Итоги нас очень, конечно, радуют. Это первая Всероссийская молодежная школа туризма. И она их пилотник именно в Севастополе. И тоже нас радует. Это не случайно. Потому что все инновационные проекты мы стараемся заводить именно в Крым, в Севастополь. И понятно, по каким причинам. Около 80 слушателей, ребят со всех концов нашей России приехали на эту школу, предварительно пройдя отбор. По основным критериям, в основном профессиональной компетенции в области развития внутреннего туризма. И в этой школе они получили знания от ведущих экспертов России в области гостиничного бизнеса, туроперейтинга, государственного регулирования по вопросам развития внутреннего туризма. Около пяти дней ребята работали с экспертами и преподавателями. В результате они сделали несколько пилотных проектов, которые сегодня защищались. И которые, возможно, некоторые из них будут продемонстрированы на Гайдаровском форуме, на панельной дискуссии о туризме. Так как в рамках этой школы параллельно проходило заседание рабочей группы правительственной комиссии по развитию туризма в Крыму, то уже и один из вопросов был предварительный итоги школы, то правительственная комиссия будет рекомендовать Федеральному агентству по туризму, которому является организатором этой школы, чтобы эта школа, во-первых, была круглогодичной и ежегодной. Это совсем другой формат, насколько вы знаете. Сейчас предстоит определить место проведения, место дислокации школы, место проведения основных панельных дискуссий. Я думаю, что однозначно летняя дискуссионная программа будет проходить в Крыму. У нас главным нашим проектом является проект «Открытое Отечество», который уже сейчас состоит из 38 подпроектов. Основная задача вхождения в этот проект, очередным подпроектом, является получение инициаторами какого-то гранта от Ассоциации внутреннего туризма. Поэтому вот те проекты и та проблематика, которая на сегодняшний день была озвучена на школе, мы будем надеяться, что она будет оформлена в виде заявок на гранты в нашу Ассоциацию внутреннего туризма для того, чтобы войти в большой проект «Открытое Отечество». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова